В эфире информационная программа «Будни» в студии Евгения Ижутова. Здравствуйте! Коротко о главных темах этого выпуска. Волна предупреждений о минировании в городских школах захлестнула биск. К счастью, все сообщения оказались ложными. Два частных дома и хозяйственные постройки. Пожар площадью более 140 квадратных метров ликвидировали сегодня ночью. Они дают нам жизнь в первые месяцы. Для новорожденного мама это целый мир. В преддверии Дня матерей расскажем о бельчанках, на чьи плечи ложится важная задача. Но для начала о прямой линии с губернатором края. Виктору Томенко поступило 6 630 вопросов. Эфир продлился 1 час 59 минут. Глава региона осветил 23 темы, ответил на 34 вопроса. В том числе прозвучало и обращение из Бийска от жителей поселка Нефтебаза. Виктор Петрович, добрый вечер. Рады видеть вас в нашей студии. Впереди у нас такой очень плотный рабочий график, насыщенный двухчасовой прямой эфир. Одна из тем, которую осветил на прямой линии губернатор края, это освещение в селах, а также внутри муниципалитетов. Бычанка Наталья Пивоварова, проживающая в поселке Нефтебаза, в своем обращении отметила необходимость осветить улицу Аральскую. Во время эфира вопрос был напрямую адресован главе нашего города. По словам мэра Бийска, освещение на небольшом участке протяженностью 250 метров на улице Аральской появится в ближайшем месяце. Одна из самых популярных тем, которые поступили на прямую линию, это, конечно, ремонт дорог. Вопросы о ремонте дорог приходили из разных районов и городов края. Виктор Томенко отметил, что за последние годы удалось отремонтировать 4,5 тысячи километров автомобильных дорог, и темпы в этой сфере не будут снижаться. На следующий год, я думаю, мы будем планировать еще больше объемы дорожного фонда, поэтому я здесь поручение точно так же дал, и здесь хочу повторить нашим всем дорожным ведомствам на то, чтобы обратили внимание не только на наши дороги краевые, вот такие магистральные, а и посмотрели все-таки на положение дел в наших муниципалитетах. Это вот там был прорубцовский вопрос. И другие населенные пункты всех касаются, на самом деле, Бийск и Барнаул. Их очень много, да, действительно. Тут такая весна еще, значит, зима и весна такая была с последствиями для дорожной сети, поэтому надо обязательно заниматься восстановлением, надо посмотреть соотношение денег, которые мы в целом выделяем на региональные дороги, и муниципалитетам помогаем заниматься их дорожной сетью. К нам многодетная мама Ксения спрашивает, почему отец ее 10 детей... В конце прямой линии губернатор ответил на вопрос многодетной мамы, почему отец ее 10 детей, с которым она не зарегистрирована, не может получить удостоверение многодетного отца. Виктор Томенко рекомендовал заключить брак и пообещал приехать на свадьбу. Если нужно, вернее, нужно заключить брак, мы сейчас про год семьи так много сегодня тоже говорили, и в этом году говорили, давайте сделаем красивый брак, выездную церемонию ЗАГСа я вам гарантирую обеспечить, я к вам на свадьбу приеду сам. Так что и еще 10 тысяч привезу вперед, не будете ждать, 50 лет совместной жизни. Ну что такое, 10 детей, и они, понимаешь, не женаты. Это безобразие. За два часа губернатор в эфире ответил на 34 обращения. В правительстве края отметили, ответы на письменные вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, поступят в письменном формате. Аудиозаписи вопросов, заданных по телефону прямой линии, будут переданы в работу органам власти для анализа и реагирования. Ответы на них будут предоставлены письменно. Мы достигнем нового в развитии нашего родного края. Волна ложных сообщений о минировании в городских школах захлестнула Бийск. Так, сегодня утром неизвестные сообщили, что в одном из учебных заведений спрятаны сразу 4 бомбы. Отправители писем грозились привести их в действие и требовали 5 миллионов рублей. На тревожный сигнал отреагировали сразу. Подозрительных предметов после осмотра здания обнаружено не было. Еще один неизвестный сообщил по телефону о том, что Бийская гимназия номер 1 заминирована. У находящихся внутри есть 30 минут на эвакуацию. А затем повесил трубку. Бийской полиции проинформировали, что подобные вбросы получают и различные предприятия города. И напомнили, что такие шутки имеют серьезные последствия. За ложные вызовы об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы, а также предусмотрена административная ответственность за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медпомощи или иных специализированных служб. Что влечет за собой наложение штрафа в размере до полутора тысяч рублей. Крупный пожар произошел на 2-й Нижнецессовской. Сегодня ночью там всплыхнули сразу два частных дома. И огонь быстро перекинулся на надворные постройки. Время 4 утра. Залентный пожар. На момент прибытия первого подразделения спасателей площадь огня составила 140 квадратных метров. Охвачены пламенем были крыши домов, стены, перекрытия, полыхали и надворные постройки. Ликвидировали возгорание 19 человек личного состава, 5 единиц техники. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Сотрудники МЧС предположили, что причина ночного инцидента – неосторожное обращение с огнем. Непогода на выходных вновь обрушится на Алтайский край. В Бийске уже начался довольно сильный снегопад. Метеорологи предупреждают также о ветре и гололедице на дорогах. В регионе в ближайшие дни ожидается снег с дождем и местами метели. Мокрый снег может налипать на провода, а на дорогах возможны гололедные явления. Прогнозируют также усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Но температура при этом не опустится ниже минус 15 градусов. В начале следующей недели погода в Алтайском крае вновь станет ясной и стабильней. Дальше немного рекламы, не переключайтесь. Забудьте про морозы. В наших куртках и пуховиках тепло и комфортно в любую погоду. Огромный выбор размеров и стилей. Ермак. Микрофаново 35. Остановка вокзал. На нашей улице опять праздник. Пассивный доход на благо каждой семьи. Теперь знаю сама. Узнай и ты. АЭС Финанс. Узнал. Передай другу. Сбережения до 22% годовых. Вязаные носки, спальники, презенты из дома и первые новогодние поздравления. В Бийске организовали очередной сбор гуманитарной помощи бойцам СВО. 20-й по счету. Груз из Наукограда планируют отправить после 2 декабря. До этого времени бийчан приглашают присоединиться к акции по сбору вещей, продуктов и средств гигиены. Организаторами сбора под названием «Материнское тепло солдату» выступило Краевое отделение Союза женщин России и Совет женщин Бийска. Посылки принимают в Центре общественных объединений по адресу Советская, 30, в рабочие часы с 8 до 17.00. С понедельника по четверг и с 8 до 16.00 в пятницу. «Огромная просьба к тем, кто будет приносить свои товары, предметы, необходимости, формировать посылки в коробки. Коробки обязательно запаковывать усиленно, чтобы наш груз с вами смог перенести дорогу, дорога не близкая. Обязательно подписывать, что в данных коробках находится, чтобы нам их заново не вскрывать, и чтобы наши бойцы знали, что в какой-то коробке, например, индивидуальный набор, а в какой-то коробке находится аптечка, например, или продукты питания. То есть, чтобы мы уже коробки не вскрывали, чтобы они были достаточно хорошо и плотно упакованы». В перечне нужных вещей – теплая одежда, спальники, постельное белье, предметы гигиены, медикаменты, продукты питания. В преддверии новогодних праздников актуальны будут и поздравительные открытки, письма, написанные детьми, рисунки, детские подделки, любые приветы из мирной жизни. «То, что касается индивидуальных наборов, есть пожелания о том, чтобы в индивидуальной наборе были нижнее белье. Может быть, это могли бы быть сапоги резиновые с утеплением, потому что погода в тех местах достаточно сырая. Приветствуется, если это будет что-то из крупного, сетка рабицы, например, или проволока для вязания. Может быть, маскировочные сети, это могут быть печки-буржуйки, может быть, это будут свечи окопные или газовые баллоны для плит. Это тоже все приветствуется». Бельские школьники продолжают свое победное шествие на конкурсах. На этот раз отличились ребята из школы номер 6. Они заняли второе место на международном фестивале «Я люблю Россию», который проходил в Санкт-Петербурге. В этом масштабном мероприятии участие приняли команды из разных уголков нашей страны – от Калининграда до Таймыра. Учащиеся 6-й школы под руководством педагогов Натальи Васильевой, Валентины Лосевой и Татьяны Камаевой выступили в двух номинациях – «Достопримечательности нашего города» и «Волонтерское движение». Для защиты своих видеороликов им необходимо было продемонстрировать свои навыки на иностранном языке, что добавляло дополнительную сложность. Но упорство и труд юных бейчан не прошли даром. Поздравляем ребят с этой победой! Накануне в библиотеке семейного чтения сотрудники полиции встретились с учащимися школы номер 25. Школьникам напомнили правила безопасного поведения. А все знают, что такое правила дорожного движения? На самого-самого детства учат правила дорожного движения. И мы их хорошо знаем, но, к сожалению, не всегда мы их соблюдаем. Первым делом второклассникам напомнили основные правила дорожного движения. Почему переходить проезжую часть нужно только по зебре и при этом обязательно убедиться, что водитель успевает вовремя остановить машину. Напомнили и о необходимости ношения на одежде световозвращающих элементов. Детям на доступном языке рассказали, какими правами они обладают и к каким последствиям могут привести противоправные поступки. В завершении встречи специалисты отделения национального центра «Спас Алтай-22» рассказали ребятам правила поведения в школе и с посторонними людьми. 24 ноября в это воскресенье во всем мире поздравляют матерей. День мам – международный праздник, когда главной женщине в жизни важно сказать слова благодарности. В преддверии праздника мы поговорили с мамами о материнском сердце и материнском счастье. Мама – не только первое слово ребенка. В первые месяцы жизни это фактически целый мир. 24 ноября отмечают Международный день мам. Акушер с 20-летним стажем Анна Кречетова помогает появляться на свет малышам. У всех первое объятие, когда ребенка выкладывают на живот после родов, и женщина прям понимает, что это ее действительно срабатывает инстинкт. Она защищает своего малыша, всегда обнимает, обхватывает. Кто-то просто любуется, без слов, но в глазах считывается любовь. Кто-то прям вот целует своих детей и говорит, думаю, прекрасный, самый лучший, восхитительный ребенок. Прекрасная малышка Маруся родилась несколько дней назад. Ее мама Ирина с первых секунд сама заботится о ней. В современных родильных домах здоровых мам и малышей не разлучают. Ведь с первых секунд жизни начинаются самые важные месяцы для двоих людей. Никогда не задумывались в одной и той же семье. Мама относится к детям по-разному. Потому что она каждый раз рождается, как мама, именно вот для этого малыша. Именно для этого малыша она его узнает в эти три месяца. И она может быть строгая с ним, может быть мудрая с ним, а может где-то побалует. И поэтому со стороны нам всегда кажется, а вот этого ребенка она больше любит, а вот этого как-то меньше. Нет, просто этому ребенку нужно одно, а второму ребенку что-то другое. Мамы удивительные. Заложенные природой инстинкты и любовь к своему ребенку они трансформируют и подстраивают под мир вокруг. В наше время жизнь ребенка зависит не только от исполнения основных потребностей. На плечах мамы 21 века лежит большая нагрузка. Досуг, школа, спорт – все это на плечах мамы. Молодая мама Ирина считает, что в этих заботах самое главное не потерять себя. Ведь мама – это в первую очередь женщина. Если у мамы все будет спокойно, здоровье будет спокойное, настроение, настрой вообще в целом, то и ребенок тоже будет счастливый. И вот оно, счастье материнское. Вот оно, да, счастье материнское, да. Ребятишки, вот у правнуки и внуки, все любят блины. Правнуков у меня 10, у внуков тоже 10. Вот, детей 5, зетевьев 4, одна сноха. И все меня любят. И вкусы всех бабушка и мама Шура знают. Старается порадовать каждого. Гости в доме бывают часто, по одному не ходят. Встречает родных горой блинов и сладостями. За семейным столом собрались 4 поколения. А сейчас внуков появилось у нас, получается, бабушки-правнуков. Еще больше стало у нас готовить. Бабушка у нас успевает только отщелкивать. Они к ней приходят и конфетки, и блинчики, и пирожки. Все это они кушают. Стаж бабушки Шуры, как мама, уже 60 лет. Материнство пришлось на дефицитное время. Говорит, не было возможности радовать детей вещами и игрушками, зато стол всегда был полом. И времени вместе проводили всегда много. Главная задача – и накормить, и обогреть их, и приласкать. Знаешь, я с ними и песни пела, и играла, и все делала. В кино ходили, в индийское, всей семьей ходили. В солонейшем. Все как выходной. Все еще у нас. Виктория Михайловна, она говорит, ну, яйцов повел свой табор. Каждая многодетная мать сталкивается с вопросом, как вы решились, не побоялись. Наша героиня отвечает честно, но с юмором. Первые четыре ребенка – дочери. А они с мужем мечтали о сыне. Ну, сына хотелось. Ну, правда, хотела я назвать Ванюшка или Алеша. Приходит, приносит свидетельство рождения Сергея Сергеевича. Пойдемте, играть будем. Спустя три поколения мальчика в семье прибавилось. И с шестью своими правнуками бабушка Шура гоняет мяч, ездит на машинках, читает книги. Готова и дальше, пока есть силы, водиться со своими детьми. Ведь с каждым новорожденным в семье ее материнское сердце становится больше. В Новый год без долгов. Сибирская генерирующая компания призывает бейчан погасить долги. Приятным бонусом станет списание пени. Сибирская генерирующая компания и сибирская типосбутовая компания поздравляют бейчан с наступающими праздниками. Канун Нового года – это время исполнения желаний, надежд и планов на будущее. Уходящий год наполнен непростыми событиями и испытаниями. Пусть Новый 2025 год подарит вам уверенности в завтрашние дни и принесет в ваш дом уют и тепло. Предновогодние дни всегда наполнены суетой, в суматохах которой не стоит забывать о традиции встречать Новый год без долгов. Сейчас у бейчан, имеющих задолженность за наши услуги, имеется возможность списать неотсуженную пеню. Для этого в период с 15 октября по 28 декабря необходимо стать участником акции в Новый год без долгов. Выполнив всего лишь два условия – погасить всю задолженность на лицевом счете и направить письменное обращение в адрес нашей компании. Оставим в Старом году все проблемы. Начнем Новый год с чистого листа. Желаем всем мирного неба над головой и добрых перемен. Субтитры предоставил DimaTorzok Диск Мой Город пишите нам и звоните номер редакции 313507. Не забудьте в это воскресенье сказать слова благодарности и поздравить своих мам. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Диск Мой Город Диск Мой Город Диск Мой Город